Здравствуйте! В прямом эфире на телеканале АРИС программа «Гость в студии» и я ее ведущий Амир Кедрасов. Сегодня у нас в студии гость Александр Васильевич Лапшин, руководитель военно-патриотического клуба «Гефест». Александр Васильевич, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, повод для нашей встречи не случайный. 30 лет в этом году отмечает военно-патриотический клуб. Давайте, наверное, начнем с истории. Был 86-й год. С чего началась вообще идея, как она появилась, организовать в городе такое движение? Появилась эта идея в 86-м году, в 1986-м, в комитете комсомола Кумапопу. Кумапу оно раньше называлось. Пошли по подвалам смотреть ребятишек, где и как, чем они занимаются. То есть, хотели там их или вытащить, или как-то там помочь им чем-то. В Ганагафури-9, когда подошли туда, посмотрели, там в одной из комнат занимались ребята разного возраста, подростки были. Старшим самым было как раз вот ребята двое пришли после армии, а остальные были все очень такого небольшого возраста. Но они туда тащили много железа, занимались как могли, ну и общались, конечно, между собой. То есть, вот таким образом проходило у них там время. Ну, предложение поступило к ним, что вот давайте облагородим все это помещение, чтобы оно хоть более-менее отвечало санитарным нормам. Ну, и приятно было самим заниматься в этом уже более хорошем помещении. Ну, нас поддержали домоуправление при Кумертаусском авиационном предприятии. Они нам выделили материалы. И мы начали потихонечку делать, облагораживать вот эти помещения. Когда сделали одно, захотелось сделать другое, немножко расшириться, чтобы было свободно заниматься. Когда второе сделали, вопрос возник, а что дальше? Ну, и когда вот с ребятами, с теми поговорили, которые уже в армии занимались, ну, вот решили, что вот такого у нас нет еще в городе. Ну, и как раз время такое было, перестройка, гласность и все такое. Вот, и как раз еще время такое было, когда военруки сдавали все оружие на переплавку. То есть удаляли из школ НВП, вот, а замены этому не было. Ну, и военруков тоже сокращали в то время. Да, и сокращали программу, переработали всю и все остальное. И вот как раз вот это вот мы решили вот так вот сделать. А вот в 86-м году вы говорите, мы пошли по подвалам смотреть, чем занимаются дети. Вот в наше время, так сказать, смотреть, чем занимаются дети в подвале, всем бы было понятно, наверное, чем занимаются. Но это 86-й год, советское время еще было. Они действительно с целью для того, чтобы заниматься спортом? В городе была проблема, я так понимаю. Да, заниматься больно-то вот спортом не было. И потом еще как-то мода пошла на атлетическую гимнастику, чтобы бицепсы себе накачать, фигурку сделать, да. Вот, и поэтому во многих подвалах города у нас вот как раз образовывались такие вот коллективы. То есть вот они по интересам собирались там, занимались. Металл абсолютно разный был. И самодельные там все гирьки были там, и гантельки там. И профессиональные уже где-то купленные там, где-то выпрошенные. Вот, то есть по-разному там было. И занимались вот ребята. Ну, на общественных началах первое время организация существовала, и даже, наверное, никакого официального статуса не было, верно? Да, на общественном, да, на, в общем-то, практически всегда на общественном. Просто нам периодически помогали то одна, то другая организация. Вот, когда уже вот ставки выделили, это уже гораздо-гораздо позже стало. Ну, это 94-й год, да, когда вас уже к комитету молодежи присоединили в вашу организацию? Да, после 94-го года нам немножко выделили ставок. Вот, там, по-моему, три или четыре ставки было. Вот, и немножко денег на развитие дали. Вот, это в бытность Боровик Сергея Анатольевича, когда вот он здесь тоже комитет по делам молодежи организовал при исполкоме горсовета. И вот он первооткрывателем такого было дела клубы собрал под свое крыло. И мы вот здесь вот тоже, как говорится, пообщались и нашли точки соприкосновения. Ну, в то время не только Гефест, да, был официальный статус, был получен Гефест, но еще, по-моему, организация самоцвета появилась. За что первое время, по-моему, республика-то не особо и радовалась за то, что у нас в городе такие вот вещи, дополнительные ставки мы делаем. А потом нас как раз-таки примерно всю республику ставили. Да, организация самоцветов появилась в 2002 году только еще. Вот, а до этого был комитет по делам молодежи. Вот, и при комитете вот по делам молодежи сначала Сергей Анатольевич Боровик был, потом Бутырина была, Ирина Анатольевна. Вот, и там потом уже другие пришли люди. Ну, вот, становление вот при этих людях шло. Ну, Гефест в подвальном помещении достаточно долгое время находился, и была найдена такая лазейка, да, летом стали выезжать на природу, военно-спортивные лагеря организовывали. Нас впервые поддержал в 1995 году тогда еще комитет по экологии, как раз Рустам Закеевич был там министром, и они нам выделили средства для того, чтобы мы провели лагерь эколого-туристический в Мурадымовском ущелье. И мы там как раз вот ребят вывезли и занимались уборкой этого ущелья там, все места стоянок очищали, реку очищали, пещеру. В то время как раз был пожар в 1995 году, мы помогали вот там тушить пожар этот. И ребята как раз вот там были, и вот первый вот этот эколого-туристический лагерь мы там проводили. Но эколого-туристический, дальше уже спортивный, военно-спортивный. Да, буквально на следующий год мы уже вывезли более такой целенаправленный лагерь, уже именно военно-патриотический лагерь сделали. Вот, ребят уже более большое количество там набрали. И уже проводили по программе военной подготовки. И там у нас как-то вот из года в год это расширялось. И в конце концов там лагерь достиг 200 человек за смену. То есть это огромный был палаточный лагерь. Вот, и там по 200 человек мы за смену оздоравливали ребят. Это не только воспитанники клуба «Гефест» были во все времена, это еще и дети из сложных семей в социальном плане. Верно? Там не только даже наши кумертауские были, а еще и из других городов и районов приезжали ребята. Вот, и тоже здесь, как сказать, ограничений никаких таких не было, что вот именно такие-таки-то ребята были. То есть вот кого присылали, мы тихо принимали. То есть вот здесь уже администрации городов сами решали, кого они посылают. И приезжали ребята, и потом никто плохо о лагере не отзывался. Мы проводили анкетирование даже специально, что как этот лагерь на ребятах отразился, хорошим образом или нет. Очень много хороших. Совсем недавно, вот исторически, наверное, даже какой-то степень документы держал в руках. Как раз это были анкеты, которые заполняли ребята, которые отдыхали в военно-спортивном лагере. И вот на вопрос, что самое сложное оказалось для вас, вот я так, ну, немножко для себя приметил. Самое сложное, вот кто-то написал, большинство писали ничего, а кто-то вот такой достаточно корявый детский почерк написал колоть дрова. Да, потому что приходилось все делать самим. И таскали, и кололи, и все делали. Там и на кухне работали, наряды были на кухне. Поэтому некоторые ребята, они многому научились за время этого лагеря. То есть не только спортивным мероприятиям, но и чисто бытовым таким хозяйским делам, которые в жизни, я думаю, им пригодились. Ну, в 90-е годы, в помине никакого интернета не было. И моды-то, в принципе, наверное, в 90-е годы не было идти служить в армию. Кто мог, вот старались все-таки остаться вне армейской тематики. Это сейчас армия, это модно стало, действительно, благодаря стараниям, конечно же, и регионов, и в целом Российской Федерации. Ну, вот тогда, вот вы говорите, наряд на кухню, мальчишки, которые у вас занимались, они в дальнейшем связывали жизнь с армией? Да, у нас очень много выпускников. Вы знаете, даже, как сказать, иногда не можешь перечислить сразу, какие только вузы они не поступили. У нас заканчивали и военно-медицинские академии в Санкт-Петербурге, и заканчивали воздушно-десантные училища в Рязани. Да, в Новосибирском общевойсковом командном училище у нас учились, в Сызранском летном училище, в юридических академиях, вот, и сейчас в Уфимской много, вот, ребята учатся там. То есть, очень много институтов военных именно, вот, они, вот, ребята выбрали такую вот направленность себе для жизни. То есть, они служат сейчас, до сих пор служат там. Генералов нет еще? Генералов нет, но где-то уже ближе к подполковатикам есть уже. Все понятно. А вот, знаю, что в 2001 году клуб был награжден грамотой министра обороны Сергея Иванова в то время. Вот, как удалось все-таки заполучить-то достаточно высокая награда? Ну, в то время клубов было не так много, как сейчас. Вот, сейчас, конечно, приятно очень вот смотреть, сколько появилось новых клубов и вообще статус армии повысился насколько. А тогда, в то время, конечно, было очень редко военно-патриотический клуб. Тем более, вот, такой вот, как вот у нас был. Он достаточно много объединял ребят, много проводил мероприятий, которых в республике практически вообще не было. Мы провели первые республиканские слеты военно-патриотических лагерей и клубов. Тоже вот на базе Мурадымовского ущелья мы там проводили вот два слета подряд. Вот, а потом уже это пошло в республике. То есть мы как были вот начальным звеном таким. А сейчас вот мы буквально этим летом ездили, уже был 12-й фестиваль вот этот вот военно-патриотических лагерей и клубов. Поэтому приятно, когда вот какое-то начало было тогда еще положено, а сейчас продолжение этому уже есть. Ну, а кадетские классы сейчас, наверное, практически в каждой школе есть. В то время, кто, гимназия, по-моему, да, первая? Да, первая у нас в городе Кумертау открыл кадетский класс. Это Куденова Людмила Петровна со своим военным руководителем. Они открыли кадетский класс и были вот основателями, будем, кадетского движения, вот города Кумертау. И сейчас, естественно, вот я буквально вот в октябре месяце был на мероприятии в шестой школе, например, да. И шестая школа у нас является лидером таким кадетского движения. У них там очень много разнообразных направлений, вот этих классов. И Гульбану Кашав, Найсхакова, конечно, очень всю душу вкладывает, будем так говорить, в этих ребятишек. И приятно было смотреть вот на тех вот ребят, которые вот с помощью вот Александра Ивановича Малахова там, они идут вот по жизни уже все хорошее и доброе принимают в себя. И потом дальше учатся и становятся хорошими людьми. — Ну, Александр Иванович Малахов, он, по-моему, полковник, да, ведь он кадровый офицер. И, уйдя уже на заслуженный отдых, он теперь отдает вот душу как раз-таки детям. — Да, он еще подполковник казачьих войск, вот, и он такое направление вот поддерживает. И, естественно, направление по своей предыдущей специальности — это вот полицейские классы, это вот его как раз родное детище, потому что у нас до этого таких классов не было в городе Кумертау, а когда вот с приходом Александра Ивановича он там вот появился. У нас много таких вот ребят, у нас тоже есть вот в 10-й школе Булюкин такой, Дмитрий Владимирович, да, в гимназии номер один, там Когтев Валерий Владимирович, в 3-й школе Азнобаев, Ринат Решадович. Вот, значит, очень много людей таких, я не буду всех называть, но именно вот на этих людях многое-многое держится у нас в городе Кумертау, потому что при поддержке вот таких замечательных директоров, как вот Исхаков, Гульбану Кашак, Накарепин, Альфия Рейтантовна и многих еще других, вот здесь у нас и в 5-й школе сейчас вот открыли малышей, набрали, как раз башкирский кадетский класс сделали. Вот, очень приятно на них смотреть, они вот соревновались буквально тоже по осени с учениками 1-х классов 10-й школы, тоже кадетских, и очень приятно соревнования, такие живые получились и насыщенные. То есть вот это очень хорошее домонаправление, и его надо развивать. С такими руководителями бы сегодня оружие на переплавку не отправили, это точно. Ну, это не совсем от нас зависит, да, это, к сожалению, государственная программа, вот, поэтому здесь уже... Но, тем не менее, государство делает работу над ошибками, возвращается все на круги свои, и вот движение Юнармия сейчас появляется. Вот вы как раз-таки, наверное, будете курировать это движение, верно? Да, движением Юнармии у нас был здесь... Военком Республики. Военком Республики был, был председатель нашего движения республиканского. Вот, и у нас мы здесь открыли отделение Юнармии в городе Кумертал. Сейчас пока вот на базе первой школы, первые юнармейцы у нас там появились. Вот, но я думаю, это развитие получат и в других школах тоже, потому что это перспективное направление. И в Юнармию может вступить любой военно-патриотический клуб, кадетский класс, что угодно. Вот, то есть те ребята, которые патриотическим воспитанием бы занимались вообще по жизни. То есть будущие наши защитники и продолжатели наших дел всех хороших вообще в государстве. То есть это те ребята, которые в будущем будут держать в руках власть. Сегодня ВПК «Гефест» занимает два этажа четырехэтажного здания в микро районе Восточного. Вот про материально-техническую базу, если можно, пару слов. Что вот сегодня из себя представляет «Гефест» спустя уже 30 лет, со дня вот, когда появилась всего лишь идея сделать клуб в подвальном помещении? В 2005 году перевели туда «Гефест» на Бабаевскую, 20. Там занимались сначала четвертый только этаж, а потом сейчас передали уже и третий этаж. Поэтому два этажа, это общей площадью примерно полторы тысячи квадратных метров, занимается вот клуб «Гефест». Там направления атлетические, на четвертом этаже там полностью есть атлетический зал хороший, с тренажерами, со всеми оборудован очень серьезно. Есть у нас стрелковое место для стрельбы там, есть зал рукопашного боя. Вот на третьем этаже зал бокса, спелеокласс, класс огневой подготовки. Есть там электронный тир у нас. То есть вот на той базе как раз вот у нас вот эти направления развиваются. Но нам сейчас передали еще помещение по логовой 5. Мы сейчас ремонтируем его, тоже начинаем там уже заниматься потихонечку. Я думаю, это будет еще дальнейшее развитие наше. То есть там уже будет целенаправленно вестись работа по методической ориентации. То есть военруки, чтобы могли получать помощь самую нужную, современную, самые передовые технологии, мы так и говорим, по обучению. И, естественно, база, на которую можно было бы опереться, и где можно проводить любые занятия. Все желающие могут посещать? Абсолютно, по-моему, бесплатно, если не ошибаюсь? Да, все у нас бесплатно проводится. У нас проводится, вот если в боксы набирают, там примерно с 8 лет ребятишки маленькие приходят, потом дальше уже набирают. А где заниматься начинают атлетической гимнастикой, это только с 14 лет. Ну, а 30 лет в декабре будем, по-моему, праздновать, верно? Да, 23 декабря мы планируем провести торжественное мероприятие 30-летия Гефешта. Поэтому, если кто-то у нас когда-то посещал Гефешт, пожалуйста, милости просим, посмотрите свои фотографии, видеоматериалы, которые у нас еще имеются. Найдете себя, посмотрите на себя молодыми, которые были еще в наших военно-спортивных лагерях, которые занимались в наших секциях. Ну, я думаю, пообщайтесь между собой тоже, будет довольно-таки приятно. На сайте администрации города, на официальном сайте, есть кнопка, где можно как раз-таки отозваться бывшим воспитанникам Гефешта. Есть отзывы уже приходят, кто вот себя заявляет? Да, где-то 600 с лишним человек ВКонтакте зарегистрировались там уже. Поэтому вот здесь довольно-таки большое количество времени уже у нас существует Гефешт, и очень много ребят прошло через Гефешт. Поэтому те, которые были, пожалуйста, приходите, приводите тех, которые с вами занимались, пообщайтесь, посмотрите на тех ребят, которые сейчас занимаются, и которые еще, я думаю, покажут все хорошее, на что способны. Спасибо большое, Александр Васильевич. Наше время выделено на общение, к сожалению, подходит к концу. Уважаемые телезрители, сегодня у нас в студии был руководитель военно-патриотического клуба Гефешта Александр Васильевич Лапшин. Спасибо, что были с нами. До встречи в эфире. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин